Всем привет дорогие подписчики для канала, с вами как всегда Амигу, FIFA, стоп, 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 верните нам обратно, наш игрок второй месяц признан лучшим игроком, он был в апреле лучшим и теперь мы стали лучшим игроком июня. Это великолепное начало карьеры за игрока FIFA 21 и мы продолжаем пока разрывать МЛС в клубе Атланты Юнайтед, как мы видим Аркадий Шмилик перешел в Лестер за 48 200 из Наполи, ну а мы продолжаем рвать абсолютно всех в МЛС и надеемся, что все-таки руководство хоть раз вот из этих миллион попыток, что я уже сделал, одобрит нам трансфер, выставит нас на продажу и мы попробуем этим летом, может быть, найти какой-нибудь. Другой клуб, потому что 7-3 рейтинга, я считаю, это уже более-менее неплохо, но я не перейду, если будут какие-то прям совсем уж никакущие команды, поэтому еще не факт, что мы этим летом перейдем. В общем, ладно, болтовни хватит, мы отправляемся сразу же на первую игру против Нью-Ингланда, кстати, хочу вас поблагодарить за великолепную поддержку, что вы устроили под предыдущей серией карьеры за игрока, там больше 100 просмотров, вот на карьере за игрока я такого не ожидал, как и на Зените. Но вы это делаете снова и снова, и поэтому спасибо вам огромное, давайте здесь наберем 10 лайков, и я сразу же сажусь записывать новое видео, также не забывайте проходить по ссылочке в описании, где есть ссылки на мои два канала, Мигу Ченнел и Мигу Мьюзик. Ну и также там есть мой инстаграм и множество групп ВК. Мы отправляемся на первую игру против Нью-Ингланда, у нас немножечко не хватает выносливости, у Рассетта, Морена, Мейза, Робинсона, Гузана, Белла, Ремидин, короче почти у всего состава тоже его нет, Галакер сегодня выходит слева. Но в принципе я думаю терпим у нас запас сил, поэтому надеюсь, что мы более-менее хорошо сыграем. Разминаются. Игроки Атланты, лучший бомбардер МЛС это мы, да. 24 гола наклепали уже. И мы приехали в гости к Нью-Ингланд. Не знаю, где идет Нью-Ингланд, мог посмотреть, конечно, перед матчем, но что-то я на это внимание не стал заострять. Перформанс вот такой от болельщиков сегодня. Игроки в Нью-Ингланд выходят. Я не заметил вообще никаких знакомых фамилий в составе Нью-Ингланд. Ну вон Карлос Джилл, ладно, один, единственный. И все. Ну давайте начинать. Передача опасная, удар по воротам, и Гузан на месте. Первый опасный момент создает Нью-Ингланд уже на пятой минуте. Подача в штрафную, вынос Робинсона. И будет еще один угловой в пользу Нью-Ингланда. У нас абсолютно лучшая защита. 10 пропущенных всего лишь у Ситтл Сандерс. 13 у Портланд, Тимберс 14. Еще одна подача. Опасно может быть удар рикошеты. Это еще не все. Удар головой. Гузан кулаками выносит. Что-то пока достаточно нервно начинается этот матч. Карлос Джилл. Это еще не завершенная атака Нью-Ингланд. Мы отнимаем мяч. И разгоняем контратаку Атланты Юнайтед. Улетаем. Слева забегает Галлахер. Пас вразрез ему. Галлахер. Тяжелый пас ему надо выдать. Подача пошла. Нет. Никто не пробил. Бетнер с мячом на левом фланге. Пас пяточки назад. Пенилья. Халдуэл. Передача в центр. 1-0. Нью-Ингланд. Пропускаем мы. Вполне закономерно. Потому что Нью-Ингланд нас давили с самых первых минут матча. Им удалось забить. 14-я минута. И мы пропускаем. Расстроен Гузан. Но к нему здесь вряд ли какие-то претензии. Потому что очень мощно и очень точно бил 42-й номер. Нью-Ингланд. Нью-Ингланд. Забивает свой третий гол в МЛС. Тут вопрос к защитникам. Почему в центре осталась свободная зона? Шириной я не знаю во что. Но там просто она была очень широкой. Хороший пас. А если направо, Морена. Если направо. Да, там вот и Рассетта, и Юрген Дам. Юрген Дам влетает в штрафную. Надо забивать. Добей. Добей. Перекладина. Еще удар. И не залетает мяч в ворота. Как же так? Трижды пробивал Юрген Дам. И, к сожалению, с трех попыток не смог забить. А здесь мяч попал в сетку с внешней стороны. Вот это моментище. И очень досадно, что Юрген Дам не забил. Рассетта. Хорошая скидка головой. Мы разворачиваемся. Пытаемся корпусом оттолкнуть защитника. Убираем мяч под левую. Передача Рассетта. Рассетта. Ай-яй-яй, слишком сильная. Передача. Боу с мячом убирает защитника. И спасибо, что не попадает в ворота. Хороший пас Рассетта. Беги. Я тебя прошу, только не отдавай никому. Решай сам. Рассетта, забивай. Галкипер. Тернер. И все, я так понимаю, да. Не лег на ногу. Иначе бы у нас были бы сейчас большие проблемы. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот здесь я хотел попросить мяч. Но, либо Гузан не в всю сторону бросил. Либо перед нами уже вырос игрок Нью-Ингланд. И в итоге мяч до нас не дошел. А Пенилья красиво поражает ворота нашей команды. Да. Кристиан Пенилья. Восьмой гол в МЛС. И 2-0. Очень неприятное происшествие случается с нами прямо перед самым перерывом. Нам тренер говорит, что мы в этом сезоне прекрасно читаем игру. Но, к сожалению, пока в этом матче нам это вообще не помогает. Мы проигрываем 2-0. Но надеемся, что во втором тайме мы сможем ситуацию переломить. Боу с мячом. Заброс направо. Карлес Джилл. Удар в ближний. Спасает Гузан. Заброс. И отдай. Здорово. Бежать теперь. Дотащить мяч до штрафной. Хотя сил уже очень мало. Разворот. Пытаемся идти в центр. Нас же сейчас видят, что мы делаем. Пас налево. И вот здесь Белла. Ну. Прострел. Удар. Нет. Галкипер отражает. Но мяч остается еще у нашей команды. Удар. Нет. Не дает нам сделать удар слевой. И пасик. И беги сам. Время иди. Да куда ж ты отдаешь-то? Я сказал беги сам. Заброс хороший. Удар. Перекладина. Какая пушка. Сотрясает. Едва не ломает ворота. Карлес Джилл. Слева один Пенилья. Пенилья. Подача. Пенальти. Назначается в наши ворота. Для полного счастья, конечно. Ну, в кавычках, естественно, счастья. Нам не хватает сегодня только этого. Эскобар играет рукой. Ну, по-моему, мяч прокатился. По руке так проскользил показательный. Эрик Торрес выходит вместо нашего игрока. Ну и давайте, что тут уж смотреть-то. Давайте досмотрим остаток матча. Боу подходит к мячу. Удар по воротам. И Гузан отражает. Хотя, конечно же, на исход встречи это никак не повлияет. Потому что 2-0 остается счет. Но осталось минута 40 до конца этой встречи. Карла Жил подает угловой. Высокий на дальнюю штангу. Вынос. 2-0. Проигрываем, к сожалению, Нью-Ингланд. И как-то вот без шансов. Если, вот, наверное, я не вспомню супер таких голевых моментов. Наша вот перекладина. Только не говори, что Гузан плачет. Не надо. Гузан, ты чего, брат? Это только чемпионат. У нас сейчас столько игр. Ты чего, брат? Алло? Приди в себя. Приди в себя, сказал. Так вот. И вот не считая вот этих трех ударов Юргена Дамокова подряд бил в первом тайме. И ударов у нас. Вот перекладину лично больше особо моментов не было. Как-то безнадежно сегодня все было. На Гузана больно смотреть. В чемпионате более-менее выровнялись все. Теперь вот у кого-то 20 матчей, у кого-то 21. А, ну у кого-то 19, у кого-то 22. Но это более-менее хорошо, что у нас не на 3, на 4 матча меньше, чем у всех. А всего там на 1-2. И теперь более-менее можно хорошо судить о том, что происходит в таблице. В таблице у нас происходит следующее. Мы пока делим вторую строчку с Чикаго Файера. Они играли свои матчи. Вот я посмотрел только что. Когда мы матч закончили. В параллельной встрече, к которой принимал участие Чикаго Файер. Там 60-е минуты. И счет пока 2-2. Ух ты. Ведь цель за 33,5 переходит в Сити. Интересно. Вот. Там пока 2-2. И поэтому пока по 37 очков у нас Чикаго Файер. Сзади DCU на 36. Остальные немножко дальше. Впереди в 4-х очках Интер Майами. Но у нас матч в запасе. Задачи тренера мы выполнили, но не все. Мы получили оценку 7-4. Мы забили. 15% голов к ударам. 36% у нас. И одну голевую передачу мы, к сожалению, не сделали. Не получилось, не повезло, не фортануло. Следующие задачи. На ближайшие 4 матча против Seattle Saunders, Los Angeles Galaxy, Inter Miami и New York City. У нас очень напряженные матчи. Каждый соперник очень достойный. Из-за этих матчей нам надо получить оценку не ниже 6. Забить 1 гол. Соотношение к голов к ударам всего 12%. И одна голевая передача. Что-то нам тренер говорил по поводу трансфера. Не понял сейчас шутки юмора. Наконец-то нас выставили на трансфер. Ура. Ну, значит, теперь будем сидеть и смотреть, кто из нас, кто из суперклубов, ну или не суперклубов, а средненьких клубов будет попытаться за нами погоняться. Если будет интересный вариант, то, во-первых, я вам это отдам на суд. То есть вы решите, стоит нам туда переходить или нет. Ну и прежде всего я сам это решу. Сейчас мы встречаемся с Seattle Saunders. Это вторая команда, я так понимаю, в другой конференции, не в той, в которой мы играем, а в другой. Сегодня Кастильо выходит слева в обороне. А так состав неизменный. Малорной вернулся на левого полузащитника. А у нас опять неполная стамина. У нас не получилось забить в предыдущей встрече. Но, несмотря на это, у нас все равно впечатляющий показатель. И пять голов, по сути, в трех матчах. Надеемся, что сегодня мы забьем, так как мы играем дома против Seattle Saunders. Да, сложная команда. По сути, сейчас вторая команда восточной конференции встречается со второй командой западной конференции. Получается это так, и это должна быть очень интересная битва. Но мы играем дома. При вот таком перформансе наших дорогих болельщиков. Что должно нас поддерживать? Хорошая погода. Сегодня светит солнышко. Лето в разгаре. И мы начинаем. Ой, как грубо, ребята! За такое желтую необходимо показывать арбитр. Это очень грубо было. Но арбитр желтую не показывает, к сожалению. Ой, опасно! Гузан на месте. Хорош. Подача штрафную. Джонс принимает мяч. Удар! И не попадает. Просто прощает нас. Мяч прошел рядом со штангой. Хорошо. Раз это обратно. Ну же! Наконец-то нам пришел пас! Господи, стучи! Ребята, если что, вы ничего не видели. Это какой-то кошмар был. Но это наша правая нерабочая нога. И плюс, такое чувство, что вот там кочка какая-то была. Из-за которой мы нормально пробить не смогли. Но это просто кошмар. Кстати говоря, знаете, что я заметил? Что сегодня у нас очень интересная битва. Встречаются два нападающих, которые в последние два месяца были лучшими! Руйдец! Вот как раз он, который был лучшим игроком Майя в МЛС. Который сейчас просто прощает нас. И мы, которые были лучшим игроком апреля, по-моему. И вот июня. Ой, здорово! И в центр! Ой, классно! Забить! Да почему ты под правую перекладываешь мяч? Если у тебя левая какую, я не знаю, у Месси, у Холланда. Почему надо под правую-то перекладывать и... Сейчас попытаюсь я... Правильное слово придумать. Как это назвать? И облажался. Зачем перекладывать и позориться? Джонс влетает в штрафную. Он может бить, он бьет. И в руки Гузану. Заброс налево. Джонс добегает до этого мяча. Подача! Удар головой Морриса и... Мимо ворот. Ну, Мауроней! Ну, там бежать было нехрена абсолютно. И перерыв. 0-0. Атланта. Сиэтл Саундерс. И у меня складывается такое ощущение, что если вот чуть-чуть буквально у нас физуха не полная. Не на 100%, а хотя бы даже на 90%, то это все. Наш игрок становится просто недееспособным. И меня это, конечно, наталкивает на размышления, что может быть нам еще рановато куда-то переезжать в какие-то топовые европейские чемпионаты. Даже если команда будет не очень сильная. Там-то тем более еще тяжелее будет. Хороший пас. Рассета! Здорово! Рассета! Ну куда? Какой Мауроней! Передача! Удар, голкипер! Ну зачем? Почему Рассета такой... Ну я не знаю, капитан, трусливый, нерешительный. Почему постоянно он не хочет бить? Он атакующий полузащитник. У него должны быть удары. Рассета! Фас нам! Удар с левой! Спасает голкипер. Вот опять он очень долго стоял, ждал и не решался пробить. Ну что это? Рассета! Поувереннее быть надо. Подача углового. Естественно, мы двоих очень высоких игроков не перевесим. У нас травма. Я надеюсь, что ничего серьезного, потому что мы встали и тут же продолжаем игру, хоть и с повреждением. Мы разбегались, с нами все в порядке. Но Сиэтл и Саундерс идут в атаку. Хайдман, отдай! Да! А зачем мне бежать? Если можно направо отдать, там наш верный друг Юрген Дам. Юрген, закидывай! Ну-ка! Ай-яй-яй-яй-яй! Не попадаем, к сожалению, в ворота. Хотя это было очень близко. По-моему, если я не ошибаюсь, мы даже ни разу головой пока в нашей карьере не сбовали. Все 23 мяча были забиты ногами. Головой ни разу. Тяжко нам сейчас, конечно, будет. Передача обратно. Хайдман налево. Вот это, кстати, здорово. Мал Рене. Хайдман. Теперь разворот! Забивать! Штанга! Да куда же? Да почему? Так не ведет. Спокойно. Еще удар! Еще удар! Спасает голкипер. Ай-яй. Ну вот это забивать надо было. Но сегодня нам как будто просто катастрофически не везет. Угловой удар на 81-й минуте. Подача Мал Ренея. Вынос. На подборе наши игроки. Да, Морен разыгрывает с нами штрафной. Нам теперь как-нибудь залезть в штрафную. Хотя тут плотность игроков. Сиэтла, конечно, фантастическая. Мы залезаем в штрафную! Блокирует удар защитник! И, к сожалению, на этом дело кончается. И нас опять меняют. Выходит Джозеф Мартинос. Осталось 3,5 минуты. Поэтому мы досматриваем остаток матча. Ну и все. 0-0. Голевая засуха. Что Атланты в целом. Что наша в частности продолжается. Мы в последних двух матчах не забили ни одного мяча. Что мы. Что Атланта в целом. 0-2. Нью-Ингланд. И сейчас 0-0. Сиэтл. У меня такое ощущение, что наш игрок начинает медленно не справляться с вот этим темпом. Что вот нам пришлось нагонять там 3-4 игры. Да, потому что у многих на 3-4 игры было в запасе. А у нас их было меньше. И вот такое чувство, как будто мы вот это нагоняя, у нас сил просто не хватило. Предложение о трансфере в клуб Болонья. Но мы, конечно, пока отложим и посмотрим. Пишите в комментариях. Я еще, конечно, в комментариях закрепленку сделаю. Что как бы пишите. Переходить в Болонью или дожидаться еще какого-нибудь более предпочтительного варианта. Вдруг он будет. Поэтому не забывайте об этом писать в комментариях. Ну вот и продолжу свою мысль. У меня такое чувство, что мы вот этим сумасшедшим ритмом, когда вот играешь несколько матчей подряд через 2 дня на 3-й, через 3-й на 4-й. У нас сил уже просто не хватает. Потому что каждый матч мы выкладываемся по полной программе. И поэтому у меня такое ощущение, что действительно у нас не хватает силы. И вот это, конечно, наш минус, который может нас в Европе загубить. Там же и кубки, там же и еврокубки, и чемпионаты. И вот так это будет все часто. Но сейчас мы подходим к матчу с Лос-Анджелесом Галакси почти в максимальной готовности. Вся команда остальная максимально готова. И мы на острие атаки. Лос-Анджелес Галакси родной, за который я достаточно много играл и карьеру за них играл. Точнее, за игрока начинал тут. Лэд Гет родной, Гонзалес, один из братьев Дос Сантосов. Гонзалес Фельдшер тот самый. Инсуа, Бинхэм, Альварес и Чичерита в атаке. Это будет очень интересная дуэль. Показывают нам нашего игрока. У нас голевая засуха, к сожалению, начинается. Потому что в двух матчах мы ни одного мяча всего 4, к сожалению, не забили. Но вот у нас есть станция исправить. Ой, пальмочки на заднем фоне. Это просто потрясающе, по-моему. Мы приехали на домашнюю арену Лос-Анджелес Галакси. И сзади просто окружили стадион Пальмы. Но это Лос-Анджелес, девочки. Вот это там красотища, ребята. Вот почему я выбрал МЛС. Потому что тут играть одно удовольствие. Второе место сейчас у нас. 38 очков, так же, как у Чикаго Файр. Мы на 6 очков отстаем от Интер Майами. Но у нас один матч от них в запасе. Ну и давайте отправляться на игру против Лос-Анджелес Галакси. Рассетта, хороший пас. Малерный забегает. Пас ему. Малерный. Не для удара, конечно, пас. Но прострельщик нужен. Хорош забить. Наконец-то. Наконец-то мы забиваем. Мы прерываем свою двухматчевую безголевую серию. 0-1. Седьмая минута. Атланты Юнайтед выходит вперед. Можно сказать, что на двоих разыграна эта комбинация с Малерной. Мы покатили разведающий пас ему. Он побежал на фланг. Ну и дальше прострелил понизу в центр. И мы с левой ноги здесь уже не промахиваемся. Бомбардир вернулся, ребята. 25-й гол в МЛС. Тоже такой мини-юбилетчик. И 0-1 мы выходим вперед. Видите, сразу стамина полная. И, пожалуйста, мы забиваем. Реально такое чувство, как будто вот... Все, если у нас выносливость не полная, то мы как бы, во-первых, и пешеход в матче. Еле передвигаемся, да? А во-вторых, просто как будто на нашу... Влияет количество сил. Вот мы вылетаем к воротам. Там на дальней штанге бежит Рассетта. Но мы его не видим, потому что мы спокойненько забиваем сами этот гол. Это 2-0. К 11-й минуте разрываем Лос-Анджелес Галакси. Ну, ну, я не понимаю. Это вот реально другого объяснения у меня нет. Такое чувство, как будто если у нас не хватает сил, все, наш игрок выключается из игры тут же. И не включится, пока ему не дадут отдых хотя бы дней в 5. Вот мы отдохнули несколько дней. Не 3, как обычно, а вот достаточно много там, может, дней 5 или вообще недельку. И, пожалуйста, мы выходим отдохнувшими и сразу оформляем дубль за первые 10 минут в матче против Лос-Анджелес Галакси. Это наш 26-й гол в МЛС. И 0-2. Нас как прорвало, знаете, 2 матча мы терпели. И сейчас нас медленно, ну, так аккуратненько, можно сказать, прорвало. Передача, здорово, Рассета, забей сам, я это прошу, не отдавай. Или отдай. Нет, это я уже дурак, я... А потом Рассета спрашивает, а потом я удивляюсь, почему он пасы всем раздает. Да, потому что я сам их прошу, вот так. Рассета, отдай. Эх, нам нужен был хороший пасик, он немножко не подкунул. Хороший пас в разрез, удар! И мяч вылетает в ворота в третий раз. В сегодняшней встрече уничтожаем Лос-Анджелес Галакси. Ха-ха. Ради этого стоило терпеть 2 матча и не забивать ни нам, ни всей команде. Вот ради такого, что началось сейчас. Ну и раз это потрясающий пас выдает, казалось, здесь логичнее бить с подкруточкой с правой ноги в угол, но мы решаем пробить на силу с левой и не прогадали. Хэт-трик! В первые 19 минут. Встреча с Лос-Анджелес Галакси. 27-й гол. В МЛС и как итог уже разгром 0-3. Для меня это, знаете, означает типичный разгром суперкоманды против какого-нибудь середняка или вообще аутсайдера чемпионата. Хороший заброс Малроне. Мы очень далеко, мы не сможем, поэтому Малроне надо решать самому. Добить Рассетта! 4-0! Пальмы очень позитивно и положительно повлияли на нашу команду. Мы приехали на эти великолепные пляжи. И Пальмы Лос-Анджелеса. И устраиваем здесь карнавал голов. 0-4! Громим Лос-Анджелес. Матеус Рассетта забивает пятый гол в МЛС. И 0-4 уже к 38-й минуте. Отдать бы на ножки защитника Лос-Анджелеса не позволяет это сделать. Перерыв! 0-4 уже на табло. Мы уничтожаем Лос-Анджелес Галакси после первого тайма. А наш игрок успел забить хэт-трик. 6 ударов. 5 в створ. И 4 гола. И по-моему это что-то нам тренер сказал. 4 хэт-трика в сезоне. Это наш четвертый хэт-трик. Дос-Анджелес. Дос-Анджелес. Передача. Гонзалес. Удар поворотом. На месте Гузан. Ну надо сегодня, конечно, отстоять на ноль этот матч. И ему будет очень приятно, я думаю. Гонзалес. Подача. Удар головой Кристиана Павона. На месте Гузан. Не, ребят, вы чего? Сейчас обрывать сухой матч Гузану это будет просто преступлением. Здорово. Ну и здесь Хайдмен. Хайдмен! Хорош! Браво, Хайдмен. 5-0. И мы еще к своему хэт-трику записываем голевую передачу. 80-ая минута. 0-5. Свист трибун. По понятным причинам. Лос-Анджелес Гэлакси. У себя дома. Горит 0-5. Атланти Юнайтед. А между прочим, я всегда считал Лос-Анджелес одной из самых сильных команд в МЛС. Вообще в США. В Америке, скажем так. Так, Эмерсон Хайдмен. Всего первый гол в МЛС. Помогли пацаненку. Смотрите, реально помогаем всем забивать свои первые голы в МЛС. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Заднюю поверхность бедра мы дернули с усталости. И я боюсь, что это на несколько недель мы вылетаем. Мы стоим. И... Торчим. Вот, мы побежали дальше. А что нам? Задняя, не задняя? Нам вообще да балды. Мы будем бегать. Я понимаю, что это все очень серьезно. Что задняя поверхность бедра. Это не игрушки наши. Еще и сбивают. Вы что, меня инвалидом сделать хотите, что ли? Чтобы я коллегой после этого матча остался. Выходит Белла главная. У нас задняя поверхность бедра. Выходит Белла. Не, чтобы заменить своего главного бомбардира, который пользу приносит. Которого поберечь надо, раз у него повреждения. Не, давайте выпустим защитника. Что бы нет. Мы отнимаем мяч. Ну-ка, на-ка. Рикошет. Мы падаем, поэтому простреливать некому. Финальный свисток. Два матча. Атланта вместе с нами не забивали. И вот так они прервали эту голевую засуху. 5-0. Расколошматив Лос-Анджелес-Гелакси. Ну и мы, естественно, лучший игрок матча с хэтриком. Ну и Гузана сухой матч. Мы за него рады. А у нас 74-й левел. Чем я вас всех тоже поздравляю. У нас рейтинг теперь 74. Давайте на этом тогда закончим. У нас следующая встреча будет против Интер Майами. Так что очень горячее начало карьеры. Точнее даже начало следующей серии. Будет примерно как и карьера Зарял, которая выйдет уже завтра. Там у нас, напоминаю, четвертьфинал Кубка Испании против Барселоны. Этим стартует серия. Поэтому быстро накидайте тебе 10 лайков, если хотите, чтобы я как можно скорее побежал записывать эту серию. Таблицу вы видите. 45 очков у Интера. 41 у нас. 40 у DC United. 39 у Чугага Файера. У нас матч в запасе. Так что это наш шанс сесть на хвост. Интер Майами. Показывают, что у нас первоклассные выступления. И там показали великолепное превью. Джозеф Мартинес против Гонсало Игуайна. Но Гонсало в предыдущей встрече не выходил. Ну, надеюсь, что выйдет он сегодня. На этом все. Не забывайте поставить лайк, конечно же. Подписаться на канал. Напоминаю, если мы наберем 500 подписчиков, то я создаю группу ВКонтакте, посвященную каналу Мигу Фифа. Также нажимайте на колокольчик. Ну и не забывайте, что группа ВК еще будет полезна тем, что если даже при нажатом на колокольчике у вас не будет приходить уведомления о новых видео, то всегда в группе ВКонтакте вы сможете найти эти самые видео. В общем, спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Мигу. Увидимся. Всем до скорого. Всем пока.